Уважаемые слушатели, мы с вами рассмотрели понятие границы, выяснили, что нечто есть и не есть благодаря границе, но поскольку нечто есть и не есть благодаря границе, то есть граница, во-первых, ему присуща, а во-вторых, нечто выходит за эту границу, раз он не есть в этой границе, чтобы утвердить свое бытие вместо небытия. Так вот, нечто с присущей ему границей или с имманентной ему границей, которая выходит за эту границу, это конечное. Ну вот если мы подумаем, почему такое название выбрано, я думаю, вопросов не возникнет. Если нечто выходит к тому, что является его небытием, то есть к тому, что его нет, то к чему оно идет? Вот, к концу, ну, как понимать конец? Ну, это небытие чего-либо, вот там его нет, это конец нечто. Да? Чтобы понять, то есть, я думаю, не вызывает вопрос, почему избран такое название. Выход к своему небытию есть, выход к своему концу. К тому, где нас нет, где мы кончаемся, заканчиваемся. Ну, то есть, наверное, такое название можно принять. И оно как-то вот логично здесь появляется. Наши небытия – это наш конец. Там нас нет, там мы закончились, условно говоря. Значит, вот это конечное. И вот, когда мы рассматриваем конечное нечто, то нас охватывает грусть. Потому что, значит, оказывается, что нечто идет к своему концу, к своему небытию. И вот, что бы ты ни делал, эта мысль давлеет. Что бы ты ни совершал, все конечное. Все придет. Ты, значит, на что-то рассчитываешь, на что-то надеешься, хлопочешь. А все равно будет конец всему этому. Народные пословицы говорят, сколько гребочки не видится, конец будет. Правда, здесь больше оптимизма. Конец будет, и он такой вот утвердительный. А не то, что все дело в конец. Ну, то есть, в этом смысле народная мудрость, она глубже. И мы придем к тому, что конечность, это тоже завершается утвердительным. Но непосредственное восприятие конечности сопряжено с этой скорбной мыслью, что все к концу, все конечно, все приходящее. Помните, значит, в Библии тоже, здесь экклезиаст, что вот, когда говорится, ой, все конечно, все, значит. И на этом иногда тоже говорят, что вы все хлопочете, все приходящее. И не переживайте, не хлопочите, особенно в этой жизни. Вот у вас работа давит. Ну, все это конечно, у вас не будет, работы не будет, все хорошо. Но, правда, мысль такая, что наступит что-то другое, какая-то лучшая доля. Но, по крайней мере, в этой-то жизни не надо особенно переживать ни о чем, потому что кончится страдание, но, правда, вместе с этой жизнью. Приходится добавить, это добавляет немножко скорби. Да. Значит, и мысль о том, что все приходящее, она, эта мысль действительно, вроде бы, не звает сомнения, потому что какой предмет не возьмем, какое состояние предмета, и вот все будет приходящее, и это пройдет, и это неприятности, и это событие пройдет. Все приходящее. Но возникает вопрос, а вот это прихождение будет приходить? Потому что если это прихождение не последнее, да, а когда, если все приходит, то мы вроде как возвращаемся к ничто. Если только все отрицательное, все негативное, только мы возвращаемся к ничто, но помните, само-то ничто, оказалось, переходит до бытия, то есть, это не последнее было слово. Как же мы на конечном-то, почему зациклимся и говорим, что все конечное, как же на нем можно остановиться? Да, то есть, поэтому давайте поближе присмотримся к конечному. Что же такое конечное? Конечное – это вообще-то нечто. А вы помните, что нечто есть? Поэтому, значит, речь идет о конечном нечто, то есть, все-таки о бытии. Да, и дальше в этом бытии есть качество, в котором есть, мы различали, так сказать, и характер, и определение. Значит, граница, простите, да, граница в таком конечном нечто выступает как вроде как небытие. Потому что вот как раз выход за границу означает конец этого нечто. Так вот, граница в конечном нечто выступает как предел. Почему как предел? А почему не просто как граница? А потому что эта граница отрицаемая. Мы же помним, что характер, да, так сказать, находится в единстве с определением, и определение отрицает бытие для иного. Значит, если граница – это характер в конечном нечто, то тогда, значит, точнее говоря, предел – это характер в конечном нечто, то тогда характер есть только как отрицаемый. То есть предел – это отрицаемая граница в нечто. Вот это очень интересно. То есть эта граница, но такая граница, которую отрицают. Вот не такая спокойная граница. То есть если нечто лежит, находится спокойно рядом со своей границей, то эта граница еще не предел. Вот мы говорим «граничный человек», это что означает? Что вот эта граница, которая не переходит. То есть он вот как замкнулся в этом. Вот он знает это, и больше он ничего, не на вершок, так сказать, не вырос в этом деле. Да, то есть не преодолел свою граничность. Это граничный человек. А когда же граница становится пределом? Когда ее переходят. Может быть нам немножко здесь, знаете, что мешает? Восприятие предела как математическое понятие. Вот там такая вещь, которая приближается бесконечно, но никогда не приблизились. Вот предел в философском смысле – это другое понятие. Наоборот, здесь мы как раз переходим границу, и это становится пределом. Вот я, говорит, не могу, уже не могу, не могу, но я все это сделаю. Ну, значит, и ты поднялся, и вышел за свое «не могу-то» вышел. И ты поднялся к новым вершинам. Вот, между прочим, заметьте, что всякое развитие связано с выходом за свой предел, да? За свою границу. Я это не могу делать. Ребенок, я не могу, он же не может ходить. И вдруг бас, какие-то такие, упал, вышел за свой предел, пошел. Вышел за своей границы. Он не мог же, вот не мог, это было его небытие. То есть, это, нет, пошел, да. И в любом деле. Человек не может выступать, что меня там плохо понимают. Раз, два, три, значит, он приближается к своей грани, и вот он ее перешел. И вдруг он уже орат. Такие бывают, вот какие-то скачки, резко такое бывает иногда. Человек, смотришь, батюшки, какой, оказывается, талантливый человек. Вот Евгений Петрович Тимофеев такой был докер. Он сейчас, просто из докеров, но уже, конечно, не докер, и в возрасте, и все. Он был очень умный человек, но как-то выступать. И потом вдруг так стал хорошо выступать, то есть, вышел за свою границу. Его даже избрали депутатом, потому что, видимо, даже в те времена еще. Во-первых, его поддержали докера, во-вторых, вот он мог выразить свои мысли очень четко, определенные, ясные. Так что, вышел за свою границу. То есть, выход за свою границу – это очень здорово, и, значит, такая граница есть предел. Хорошо. Значит, отрицаемая, мы сказали, что предел – это граница как отрицаемая. То есть, граница, которая переходит. А в силу чего переходит границу. Что отрицательно соотносится с этой границей? Что отрицательно соотносится с характером? Потому что в конечном характер – это и есть как раз предел. Значит, определение. Так вот, определение, то есть, вот равное себе в конечном, определение в конечном выступает как должествование. Должествование. Итак, то, что мы различали в нечто, как определение характера, в конечном, в конечном нечто, выступает как должествование и предел. Значит, в должествовании как раз есть отрицание границ. И равное себе как отрицание. А граница есть отрицание, да? Так вот, это должествование – это отрицание, вот этого отрицательного. Я должен это сделать. А чего это взяли, что должны сделать? Если человек, вот, в нем не было ничего такого, в его определенности, что, так сказать, позволяло им это сделать, можно что-то делать? Ты должен прыгнуть на 220 в высоту. Вот ко мне сейчас подойди и скажи, а чего это вы взяли? Что я должен? Нет, я это не должен. А к кому тогда такие претензии? Да, к тому, кто занимался, делал, значит, уже продемонстрировал эту способность. То есть, вот к тому человеку можно сказать, что ты должен это сделать. Но он еще этого не сделал, потому что… Должествование – это что такое? Должествование – это то, что есть, и то, что нет. Потому что, если бы это не было бы вообще, ну, тогда было бы странно обращаться, говорить, ты должен. А если бы это было бы, тогда это уже было бы бы бытие, а не длжествование. Поэтому вот то, что должно быть, оно и есть. Вот есть – это тоже важно понять, что есть. То есть, мы не с кондачка обращаемся к этому, и не есть тоже. В этом смысле историческое призвание рабочего класса должен установить диктатуру свою и с помощью этой диктатуры освободить общество в отделении на классы. Обеспечить полное областание и свободное всестороннее развитие всех чинов общества. Если он все еще должен, он что, уже… Обеспечить полное и… Полное благосостояние и свободное всестороннее развитие всех чинов общества. Если он должен, он что, уже всех обеспечил, уничтожил классы? Нет, еще не обеспечил. А в то же время сказать, что есть, почему? Да даже вот когда еще не было коммунистической революции, все равно уже было ясно, что это историческое призвание. Потому что вот он, так сказать, бился, скажем, за сокращение рабочего дня. Так это же разве не было это шагом к обеспечению благосостояния. Люди могли подняться в результате, ну вот, к определенным культурным высотам. В библиотеку появилась возможность ходить. Вот вы сейчас жалуетесь, нет времени. Да, ну, мы понимаем, что очень многое отдали. А вот когда люди, так сказать, боролся рабочий класс, значит, тогда появялась уже, так сказать, такая ситуация, когда доступ открывался к культурным ценностям. Поэтому и были кружки рабочие, и библиотеки пошли, и культурные чайны. Там действительно люди начинали, появилось время для этого. Значит, зарплата увеличилась тоже. Ну, убивали зарплату. Это что, разница в благосостоянии? Для кого благосостояние? Да, для большинства людей, которые там были, для наемных работников, которые, если не были большинством, то, по крайней мере, от их развития зависело развитие в целом экономики страны. Потому что они входили в состав производительных сил нового капиталистического строя тогда. Ну, не кустари же, фабрично-заводские рабочие. То есть, борьба-то с благосостоянием тогда уже начиналась. Еще при капитализме всех, и политически освобождать тоже всех трудящихся эксплуатированных стремился в рабочий класс. Права ведь не только для себя, но для всех трудящихся эксплуатированных. То есть, для тех, кто действительно образовывал общество. Вот поэтому уже при капитализме, еще до всякой коммунистической революции, прозорливым ученым, которые рассматривали структуру капитализма, его динамику в развитии, Марксу, Энгельсу и марксистам было понятно, что историческое призвание рабочего класса – вот осуществить диктатуру и уничтожить класс. Должен рабочий класс это делать. Ну, а дальше эта мысль о должествовании уже, так сказать, подтвердилась и практикой нашей коммунистической революции. Там уже бытие приобрела вот эта цель производства. И рабочие деньги сократили, и из подвалов переселили, даже еще и строить не особенно можно было, но, по крайней мере, из подвалов переселили. Вот она берут и говорят, ох, уплотняли. Вот бедные-бедные, он-то жил, значит, 12 комнат семьей, а поставилась ему одна комнатка. А вы, скажите, не сообщите нам, а кто еще в 11-й поселился, и откуда они взялись-то? Это из подвалов, значит, откуда, что значит из подвалов? Чахотка же там была. Читали бы дети в подземелье, демократы, буржуазные. Так, наверное, посочувствовали бы, что дети в подземелье, значит, там сырость, влажность. Значит, дети, вот их поселили и уплотнили. Так радоваться надо, значит, большинство населения выиграло от этого уплотнения. Нет, нас вот обидели. Ну, понятно, у вас забрали положение эксплуататоров. Да, такое бывает. Но большинство выиграло. Историческое призвание рабочего класса. Когда вы будете рабочими, тоже будете выигрывать. Идите на фабрику и пользуйтесь всеми льготами рабочего класса. Первые льготы, кстати, у станка. Да, да. Конечно. Значит, может, такое должствование. И это тоже великая штука. Поэтому должствование – это не значит, что это мы должны придумывать, приписывать. То есть, в должствовании есть реализация определения – нечто. Но реализация как отрицание границы. То есть, надо выйти за границу, сделать ее, отрицать свой предел. И в этом выхождении, значит, обеспечить реализацию вот этого должствования. Поэтому Георгий говорит, что как должствование. Должствование, значит, выше, чем предел. Выше. Потому что оно утверждает равенство, нечто с собой, конечное. Но только имея предел, значит, мы имеем должствование. Потому что должствование – это всегда выход за свой предел. И чувствуете, как вот, на какую динамику настраиваешься? На постоянную борьбу, на постоянное движение. Такое движение. Вот только так, может быть. Ну, хорошо. Значит, ну, движемся, но все еще ищут конечные действия. Должствование. Что же это, как же нам, так сказать, выйти из конечности этой? К чему мы можем прийти, благодаря этой конечности? Значит, рассматриваем. Значит, вот предел. Выходим за свой предел. Да. К иному. Должствование. Потому что должствование – это виновие пределы. А в должствовании есть соотносящиеся с тем, отрицательно соотносящиеся с пределом. Что же получается? Мы ушли от предела и снова пришли к пределу. То есть предел сливается сам с собой. И в должствовании тоже. Есть отрицание предела, да, Но в этом отрицании опять должностование с собой сливается, потому что оно есть определение, отрицание предела, и это есть должностование. То есть нам казалось, что конечное – это только сугубо что-то отрицательное, и эта отрицательность фиксирована. Но когда мы рассматриваем движение конечного, его моментов, его определения и должностования, выясняется, что они в этом движении, каждый сливается с самим собой. То есть мы тогда получаем нечто утвердительное. Но заметьте, какое утвердительное? Утвердительное, как отрицание, отрицание, должностование, отрицание, свое отрицание, свой предел. И только через это отрицание сливается с собой. Так же и предел. Значит, тогда мы как обозначим то, что получается утвердительное, какой точный термин? Бесконечное. Итак, конечное переходит в бесконечное. И вот само название бесконечное, на что нас ориентирует? На то, что это есть отрицание, отрица, конечности, это же отрицательное нечто. А бесконечное, бес это тоже отрицание, а в итоге утверждение. Когда мы говорим бесконечность, нас скорбь мучает того, что дело к концу. Или наоборот, нас бесконечно. То есть это мы воспринимаем утвердительно. Но заметьте, идеалекция в чем встает? Что это утверждение через отрицание, отрицание. Вот. Как можно прийти к бесконечному? То есть минуя конечное никак не придешь. Но другое дело, что надо видеть, что в этом конечном есть внутреннее движение, связанное с выходом должествования за предел. А поскольку, еще раз говорю, что должествование есть только как отрицающий предел, то выход за предел есть опять выход за себя, и опять предел, и опять это постоянное движение возникает. В котором, опять-таки, эти моменты сливаются с собой. И переходим к утвердительному. То есть, помните, мы о чем переживали? Что будет ли прихождение у прихождения? Будет ли конечное, так сказать, утвердительным? И вот теперь мы это увидели. И это вывели. И в этом смысле тоже. Ну, хорошо. Вот вам не грустно, что социализм, уходя за свой предел, все-таки идет к своему концу? Ну, что-то уже остается. Да, когда он выйдет, вдруг это окажется, что вот это коммунизм. Вышел за свой предел, да, и освободился. Ну, это, правда, уже реализация должествования. Когда он реализует свое должествование. Ну, по крайней мере, в этом выхождении постоянном он утверждает себя как коммунизм. То есть, свое коммунистическое начало утверждает постоянное выхождение за свой предел. Утверждает свою коммунистическую природу, освобождаясь от своего предела. От ограниченности. А в чем его ограниченность социализма? Я напоминаю, что социализм – это же коммунизм. В чем его ограниченность? В том, что он несет следы неразвитости, следы своего ухождения из капитализма. Ну, это, конечно, за него надо уходить, за такую неразвитость. И что с ней ходить, с этими пятнами? Потому что они душат эти пятна. И вот только вот, освобождаясь от этих следов, он утверждает себя как коммунизм. Это замечательно. То есть, поэтому, конечность не должна нас, вот, еще раз говорю, что удручать конечность всего, потому что в этом конечном, когда мы к нему присматриваемся, проявляя себя и зожествование постоянных выхождений, и тогда, естественно, мы приходим к утвердительному, к тому, что более высокое. В чем снимается вот конечность эта? К бесконечному. Ну, я думаю, что мы в бесконечном тоже, так сразу от конечного не освободимся. То есть, если уж у нас и конечное, так сказать, полагало себя, да, вот, прежде чем пить к более высокому, то и бесконечность тоже, которую мы получим первоначально, будет времена своей противоположностью, и надо будет, так сказать, полагать эту конечность, чтобы она вот себя раскрыла. Ну, и тогда мы перейдем к следующей категории. То есть, мы с вами очень близки к… очень близки к вами, с вами к рассмотрению всех категорий качества и переходу к категории количества. Ну, это еще надо, этот путь проделать. Объясните, вот, отрицание, отрицание, без конечности, без отрицания, конечности, а какое отрицание? Первое отрицание – это конечность. А, само конечности? Конечность. Это же мы отрицательные. Я понял. И отрицание, конечно. Да. И поэтому утвердительные получаем. Вот еще раз обратите внимание. Хотя сидит и конечность отрицательные, и без чего-либо. Это значит, что-то отрицание. Человек, представь себе, там, без ноги. Это как-то чувствуешь, не хватает чего-то. А когда складывается как отрицание-отрицание, воспринимается исключительно как утвердительное, очень пневместично. Бесконечное развитие. Размещают народы. Все так и все выше и выше. Здравствуйте. Ну, я думаю, что и к этому придет тоже дело, если пройти. Этот пример тоже. Развитие медицины к этому приведет. Снятие этого дела. Значит, я поэтому очень хотел бы, чтобы на сегодня мы завершили. В следующий раз я бы очень рассчитывал на то, что все-таки этот путь вы попробуете пройти. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok